Гадёныш, блядь, выбледок, блядь, за старое взялся? Фантазии твои! Ёбь я тебя в шраку, гадёныша, блядь! Пока разбирал чемодан, заодно достал все ништяки, которые я провёл из Краснодара Ещё попутно, когда я ехал домой, забежал быстренько на почту, забрал посылку, которая мне проехала с Тольятти Ну где-то неделю назад ещё, сейчас я вам покажу, что мне пришло Заранее сорян за освещение В общем, пришёл мне вот такой вот бачок от Шеви Нивы на тормозуху Палестит он у меня Пришёл ещё вот такой бачок омывайки заднего стекла от двенашки от одиннадцатой, это идёт он И, самое главное, нулевик Вот взял я просто обычный китайский нулевик Сразу с креплением С таким креплением под мой восьмиклоп Вот так вот выглядит фильтр Сразу достану Вот так вот выглядит фильтр Максимально красивый, пафосный Но жутко воняет китайский этот резиной и пластиком просто до невозможности Я когда открыл коробку и достал его из пакета первый раз Я просто, у меня даже сразу голова закружилась Дышать было нечем Даже фу, сейчас я его достал Вонище от него Ну, ладно, думаю, выветрится Обошлось мне это всё дело Где там В 1660 С доставкой, можно сказать, в 2000 Так, где, а вот доставка Ну, если кому нужен промокод Как бы можете списывать Но в любом случае он уже истёк Пока я монтирую видео и забрал посылку Так что можете обломаться Из Краснодара я привёз вот такие вот пакетики Я попросила мамы Прям вообще в кайф Синие Это, получается, пыльники для обуви Такие обычно идут в комплекте с обувью Очень прикольные И самый прикол, они идеально подходят по размеру под фильтр нулевик Я отознал заранее, предугадал Поэтому начал искать вот эти вот пакетики И благо они нашлись у меня дома Прям вообще круто То есть, для чего они нужны Это, чтобы не брызгать фильтров С этой вот липучей какой Которая их испрыскивает Я забыл, как она называется Ну, вы поняли, для дневников Смазка Вот, поверх Чтобы можно было ещё прицепить такие пакетики Чтобы вся остальная пыль Оскапливалась у них Благо, у меня их два Один снял, второй наделал Пока второй стирается То есть, вообще Будет максимально всё грамотно сделано По сути, на 11-й особо много не езжу И всегда держу подкапотку в чистоте Поэтому, по поводу грязевого мотора Вы можете мне не писать И у меня всё будет с кайфом Ещё из Краснодара я привёз вот такой вот Расширительный бачок от Приоры Под кондиционер С кронштейном алюминиевым Вот, кронштейн такой, конечно, страшненький Я его весь выправил То есть, он сидит сейчас идеально Но его надо защищать И полностью красить новый матовый чёрный цвет Чтобы он не окислялся И окись эта не пришла по болтам на кузов Бачок я пытался отмыть Он, кстати, с разборки, как и крепление Но ничем хорошим это не увенчалось Так отмыл что-то более-менее Но их надо прям конкретно с чем-то С какими-то гранулами внутри очищать Ну, ладно, пока на первое время сойдёт Я брал, по сути, только ради крепления Потому что крепление сейчас уже снято с производства Его в магазинах не купить Только на разборке Бачок обошёлся в 200 рублей Крепление в 100 рублей Взял под конди Потому что в будущем, спойлер На 11-ую я буду ставить кондиционер Дальше Заказал ещё заранее С этого же, по-моему, сайта или группы Или с другой Я уже не помню, там все в Термишке у меня есть Италиатинские магазины Кнопку на омыватель фар Десятошную Блин, это прям вообще мега редкость И очень круто То, что я её случайно буквально нашёл И она как раз уже там с этим зелёным Ну, диодом С этой зелёной подсветкой То есть, под цвет всего салона То есть, всей подсветки салона То есть, это мега редкость Сразу скажу, что Омывайку ставить не буду на фары Хотя, вполне это реализуемо Но у меня, как бы, машина не в том стиле А ради фэншуя и максимального количества всех возможных кнопок В комплектации десятого семейства У меня присутствует Теперь, прямо сейчас кайфом Ну, придумаю на чё-нибудь её Кнопка кондиарс у меня уже есть Это будет вторая Чтобы убрать А, этот диод От центрального замка Вот, вместо него поставится Будет прикольно Дальше Есть такая штуковина на коробку Называется Агат Точнее, на вилку сцепления Вот, подшипники Которые ставятся за место пластмасски На тросик сцепления Педаль сцепления, вернее Вот, будем тестить Ну, как бы, отзывы максимально качественные И даже, ну, точнее Отзывы максимально положительные И даже находятся хейтеры Которые говорят, что это полностью бесполезная пластмасска И то, что, типа, пластиковую можно смазать И всё так же заходит Ну, как бы, со мной не говорится Ну, обзор будет позже Дальше Пришёл вот такой вот Точнее, пришла вот такая вот крышка На бензобак Роснефть, все дела Новая У меня как раз моя на 11-е уже сдохла И там уже вся стрёмная В краске непонятная И будет новенькая, красивенькая Как с автосалона Также в Краснодаре я приобрёл Вот такой вот разъём Под генератор от Priora Это прям тоже супер находка В интернет-магазинах, сразу повторюсь Ну, собственно, где я покупал это Где я покупал вот эту вот хернюшку мелкую Они, по-моему, за них просили что-то в районе 500 или 400 рублей В магазине в Краснодаре В не самом дешёвом, между прочим, магазине В этом, в горностае Ну, та же самая деталь Купил что-то за 150 рублей его Вообще с кайфом просто Будет теперь всё на грантном разъёме Дальше Обратный клапан на омывайку Это, то есть, пойдёт на клинлук под капотки Вместе с этим бачком, понятное дело Короче, вот это всё в любом случае Всё на 11-ю, ну, кроме мышки, конечно Ну, и самая, наверное, крутая вещь Это подстаканники От какой машины, я, конечно же, не скажу Хотя уже ладно, спалил Ну, вы поняли Кто сидит за инстаграмом Видел, как я его регулирую То есть, вот так вот он раскрывается Выезжает Но, самая фишка его В том, что Ставить я его буду за место магнитолы Однодиновой И он, получается, встаёт прям Ну, должен встать, по-моему, подсчётом Идеально ровно Но он занимает только пол Дина Ну, половинку одного Дина Или, там, 0,5 Дина Как правильно сказать А саму магнитолу я буду ставить Android 7-дюймовую В этот воздуховоды Ну, позже покажу Ладно, уже подзатянулось Вот краткий обзор ништяков Собственно, когда я буду ещё это всё дело ставить Всё, про это расскажу Ну, и, конечно же, покажу сейчас самое главное Это тачки Не видел я их буквально Ну, не буквально А, как бы, много Полгода, как ни крути Скажу сразу наперёд То, что я уже, как-то, сразу зашёл На территорию прошёл к ним Посмотрел на них Они все в узкоре грязные Все в говне Но, в принципе, хорошо сохранилось Нигде никаких фижиков я не заметил В салоне везде не пылинки Ну, сейчас вы сами всё увидите Пошёл вам показывать Ну, что, настал тот самый момент Когда я увидел свои машины Спустя полгода Как я уехал Стояли они здесь именно полгода Уехал я, получается, в декабре Зимой я их поставил Но снега, кстати, ещё не так сильно Ну, не так много было Поэтому нормально Без сугробов здесь они обошлись Смог нормальных подпереть на деревяшке Точнее, мог единственную положить на деревяшке Чтобы там, ну, подушкам нормально было Троечку поставить в нормальное место А не в яму под берёзой Обосрали их знатно Ну, сейчас смотрю на них К сожалению, пошёл дождь Так что, в основном Завтра буду заниматься единственной Сейчас попробую завести тройку Случается, вот, троечка Ну, сейчас понятно, что всё намокло А так они в пыли В пыльце Все в говнах Вот, сейчас тоже всё замыло Колпаки поржавели Но это, видимо, то, что собака их метила Только вот эти два колпака Всё, а так В принципе Даже, по-моему, никакого рожья не вылезло Что-то какие-то вот подкрасики Вот только А, да, вот ещё Покрас вот эти, получается Самые последние, которые я делал Перед отъездом Вот они только потемнели Но это, в принципе, ладно Это всё ерунда Потому что я планирую машиной заниматься В Краснодаре В планах хотя бы передний фартук открасить Открасить целиком крышу Там переварить чуть-чуть под багажником Под место запаски Также полностью отшлифовать пороги там Ну, потихоньку до машины провести в божеский вид Вот 11-я тоже Вся вот лежит Вся в этом говне Птицы всё её отбомбили Ну, камера, конечно, сейчас вообще не передаёт Вот пока было сухо Я только приехал Было ещё всё страшнее Сейчас не так Бампер упал просто Устал от жизни У него лопнули эти резинки То есть они вообще всё им Да, они полностью рассохлись Ладно Найдём что-нибудь Ну, просто нахмуты сделаю В салоны все Хотя я просил бабушку, чтобы она мне Открыла дверь, когда тут жара была Чтобы они хоть проветрились после зимы Вообще нормально Прям пахнет вкусненько Салончиком так Вот моя ничка вот эта, кокосовая Салоны чистые, без пыли, без ничего То есть аккуратно Всё, как я уезжал, так и осталось Значит, нигде ничего не сквозит Не залетает Так же и в тройке Салон чистый абсолютно Пахнет приятно Тоже вонючкой пахнет Моей Чистенький А, как я по этому всему соскучился Просто вы не представляете Я прям первым делом Как приехал Я сразу же побежал к ним Снимать не стал Потому что туда-сюда Ещё там чемодан подразобрал с ништяками Под капот там у меня Вот надо тросик менять С этим замком Вон сколько здесь говна Здесь чисто Сухо Вон паутина Много Да, ещё мотор надо будет сейчас забирать Из Нового Урая Ой, из Невьянска Тоже Где-то шпилька потерялась Но, на сути, здесь должно быть Ладно Вот такие вот пироги Сейчас попробую запустить Посмотрим, что будет Так, подключил я аккумулятор Сейчас буду прям В прямом эфире запускать машину Повторюсь, стояла она полгода Всё, так подключил Поджал клеммы Фильтр тут так Ничего не надо По-моему, делать Так, надо будет Накачать бензин Бензин здесь есть полбака О, качает что-то Так, вроде накачал Всё, да, накачал Подсос, наверное, стоит Вытащить Так, вот Свет горит Хороший знак Опа Так Зажигание Пора раскачнула педаль Сцепление есть Тормоза есть Выжимаю сцепление Подсос, наверное, доставать Ну, хотя достану Сперва Чтоб не залить Лишь бы Заводим Завелась вообще спокойно Ладно, подсос можно подубрать Всё, горит Здесь у меня синеньким горит, если что Ух, какая Вообще легко Завелась А этот у меня с ума сходит Немножко Так, надо будет Дышечку убрать И вот это Пластмасски Опа Второй коврик Так, эта херня Ну, думаю, здесь-то проеду Сейчас, наверное, вперед Двину Всё Привет Подписался на инсту сразу Так, 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 так Вроде всё Тут у меня никаких подпоров нету Кроме вот таких Ну, их ладно Переехать можно Ага, так Это колесо Ну, нет, кстати Нормально Даже не спущены колеса Вот Единственное, наверное, какие-то подпущены Ну, это, ладно Разберусь Изначально вообще Хотел ещё сюда так ставить Но здесь у меня Корни у берёзы Прям Так вниз уходит Это самая Низкая точка Здесь всегда весной лужи Скапливаются И Когда я ставил мышу Она вообще вот так вот Получается Вот Вот так вот вставала То есть Не есть хорошо Я пытался её нашлакоблока Ставить И на дощечке Чтоб выровнять Но всё равно Всё круто Пофиг Поставил сюда Хотя бы Что можно По отдельности Их выгнать Последнее Загонял Одиннадцатую Да Ну, я как бы Планировал ещё, наверное Зимой что ли Проехать Или когда Какой-то снег лежал Ну, ладно Уже как Почти проходит Первый Месяц Лето Ну, всё Думаю В принципе Можно попробовать Выезжать Так Дошла очередь Единнадцатая Поставил я аккумулятор Пока компрессор Не включал На пневму Сейчас попробую Просто мотор завести Посмотреть Что-то как Уже у меня Загорелась Приборка И То, что Заряжается Планшет Вот она У меня здесь кнопка Всё Отключил зарядку Сейчас включаю зарядку Да, вот Зарядка идёт Ну, ладно Пока выключу Странно Почему я забыл выключить О, какой кайф Сидеть в день Зарядка С этим Подлокотником Вообще Так свежо Вкусно пахнет И максимум комфорта Ладно Спробую Включить зажигание Так Этого нам не надо Вот Ну, ошибка По лампочке Пока что В дальнейшем Наверное Появится Ошибка По антифризу Если появится Не помню По бензину У меня там По-моему 5 литров Оставалось Да Ну, это вообще Мало Хрен знает Запустить Ее Чуть Помотать Где-то у нас Оборотов В минуту По-моему Ладно Пробуем Запускать Ой, как Ну, сейчас Она заглохнуть Должна Что, нет? Да, ну Нифига себе Просто сразу С пол-оборота Даже Не Накачиваю Нет, ну как Получается Сжигание Включил Там Бензонасос Качнул И все Получается Она сразу Запустилась Охренеть Ладно Пусть пока Помониторит Немножко О, этот звук У, какой он Бля Ублюдок Какой он Громкий И басистый О, этот звук Аромат Аромат 1200 Ну, немножко плавает Ну, понятно Сейчас он прогреется Думаю, будет нормально работать Сейчас он Чуть-чуть Чуть-чуть Хотя бы Прогреется Включу Компрессор Чтобы Пневма Накачала И начну Ее Получается Поднимать Потихоньку Чтобы Вытащить Сподней Деревяшки Хотя я не знаю Как же Буду выпинывать Оттуда Машина Вот сейчас Зима На них Лежала Под Тройкой Было Получается В землю Чуть ли не Просла Но Она Хорошо Прям Завелась И Спокойно Выехала Без Каких Либо Вот Только Здесь Чуть-чуть Заглох И Все А так Постояла Там Она Погрелась У меня Нормально Все Ну Красным Это Диодки Горят У меня Это Бархотка Она Скоро Меня В могилу Сведет Бля Нет Я не хочу Чтоб Что-то Падало Тут Говно Вот Это Нападало Блин Ее За Зиму Выперло Чуть Вверх И Да Сейчас Говно Падает Скотина Но Тут Эта Херня Такая Что Она Как Все Рано Ладно Сейчас Выключу Ладно На Сегодня Думаю Хватит И Так Уже Долго Проковырялся Уже Начинает Темнеть Бампер Подправлю Уже Завтра На Хомутике Главное Что Машину Перегнал Подушки Держат Спустило У меня По-моему Вот Это Переднее Колесо Судя По Всему Ничего Страшного Ну Кстати Выехала Бодро Сама Ни разу Не заглох Спокойненько Задом Вот Так же Потыкался В салончике Все работает Все горит Так же И внешнее Освещение Все горит Ох Вот это Беда Прикиньте О да Ну тут Наверное Просто Отщелкнулось Ну Ладно Поправлю Попозже Потому что Здесь Все Таких Говнах Ужас Просто Надо Мыть По-любому Перед тем Как в ней Ковыряться Это Вот За весну С березы Нападало Что В тройку Что В одиннадцатую Всякие Букашки Тут на ней живут Господи Машина зеленая Все букашек Собирают Ай Ладенько Вон уже Троечка стоит На месте На своем Единственная Тоже на месте И завтра Я продолжу Ковыряться С ними Уже Может какой-то Тюмин будет Может свежу Помою Не знаю Не будем загадывать Завтра у нас Воскресенье Ну А вы подписывайтесь Обязательно На канал Ставьте лайки И ждите Следующего Выпуска Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому